День Памяти и Скорби С нашим гостем будем говорить об этом. Конечно, будем подключать и экспертов. Ну, давайте с нами также поговорим. Леонид Дусь, политолог у нас в гостях. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим информационный материал, который подготовили наши корреспонденты. Прошу вывести сюжет на экраны. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Немецкие планы относительно продвижения на восток к лету 1941 года всем были очевидны. Сообщения о готовящемся нападении на СССР начали поступать в Москву еще весной. Но все они указывали на разные даты. В июне Германия уже воевала с Великобританией. И средоточие ударных группировок на границе с СССР, учитывая подписанный пакт Молотова-Риббентропа, выглядело как отвлекающий маневр для Запада. Перебросив основные войска от польской границы, Москва рисковала спровоцировать вермахт. И Сталин медлил. Решение начать переброску было принято лишь за 10 дней до начала операции Барбароса. Этого, естественно, не хватило, чтобы перебросить в Европу часть из советско-японской границы. К 22 июня 1941 года Красная Армия оказалась разбросанной на огромной территории. А у советских рубежей рвались в бой самые дисциплинированные и экипированные вооруженные силы своего времени. Именно этот перекос, по мнению большинства историков, определил катастрофические провалы Ставки в первой половине войны. Но победы будут потом, после отступления, окружения и горьких поражений. 22 июня 1941 года пришлось на воскресенье. Первыми границу пересекли спецотряды СС, переодетые в советскую военную форму. Диверсанты без труда справились с задачей, захватив мосты. Скоро по ним пойдут танки, которые уже несколько суток урчат заведенными моторами у границы. В то утро рассвет наступил в 3 часа 45 минут, а навстречу восходящему солнцу уже летели немецкие бомбардировщики. Через 15 минут на советские города посыплются первые бомбы. Четкий, слаженный как часы, механизм вермахта на старте справился со всеми задачами. Успешный захват мостов, беспрепятственное продвижение танковых клиний вглубь оккупируемых территорий, организованное наступлением мотопехоты вслед за бронетехникой. Не удалось немцам лишь одного – уничтожить аэродромы, парализовав авиацию. Именно она отдала врагу первый бой, позволив командованию хоть как-то организовать отступление. Это, в свою очередь, помогло сохранить боеспособность некоторых подразделений, которые в дальнейшем могли противостоять попыткам окружения, большинство из которых, к сожалению, оказались успешными. В Украине после 2014 года темой войны 1941-1945 годов стало предметом множества споров. Появились новые памятные даты. Накануне Дня Победы, 8 мая, украинцы отмечают День примирения и вспоминают жертв военных конфликтов. Множество подобных новшеств инициируется Украинским институтом национальной памяти. Вот как его руководитель Владимир Ветрович оценивает дату 22 июня. Відзначення 22 червня на державному рівні – атавизм совка, який продовжує життя міфу про велику вітчизняну. Радянського міфу, який мав за завдання приховати факт, що СССР разом з Третим Рейхом починав Другу світову. Що третину цієї війни вони боролися по один бік барикад. Нині цей міф – інструмент мобілізації суспільства в Росії, в тому числі мобілізації для боротьби проти України. Тому державні відзначення 22 червня у нас не лише недоречні, але й небезпечні. Ваше мнение, Леонид, с мнением Владимира Ветровича схожи или ви считаєте інакше? Мнение Ветровича – це кліника. А що касається 22 іюня, то лучше всех, по-моєму, об этом сказав известний советський писатель, який все це на собственной шкуре испытав, Константин Симонов. Тот самый длинний день в году с його безоблачной погодою нам выдал общю беду на всіх, на все четыре года. Так що для нас, безусловно, день памяти і скорби – це 22 іюня. Ну, подождите, ведь советские войска принимали участие в этой войне не начиная с 41-го года, начиная с 39-го, зайдя в Польшу вместе с нацистской Германией. Начиная с 38-го года, если мы говорим о событиях на Дальнем Востоке. Если говорить все-таки прочитается… Халкингол, Хасан и так далее и тому подобное. Советский Союз заходил в Польшу, нападал на Польшу вместе с Германией? Он нападал, он забирал свое, то, что принадлежало Советскому Союзу по еще Версальским договоренностям. Он выходил на линию, которая была определена там же, на Версальской конференции, договоренность между нацистской Германией и Советским Союзом касательно разделения Польши? То, что немцы уважили вот то самое решение и допустили продвижение советских войск Красной Армии на линию Керзона, это все нормально, я считаю. Так что не дали и не более того, что было уже, так сказать, определено. Ну, вы знаете, с таким же успехом можно сказать, что и нападение Германии на Советский Союз тоже можно считать вполне нормальным. Никак нет. Есть определенные вещи, которые невозможны. Но подождите, вы только что сказали, что нападение на Польшу – это нормально. Это не нападение. Как это не нападение? Это возвращение своих земель, я повторяю. Расскажите это полякам. А поляки отлично знают. Они просто-напросто Рижским договором в свое время, в 21-м году, оттяпали эти земли. Вы понимаете, что вы сейчас оправдываете действия советской власти, которая вторглась в чужое государство? Какое чужое государство? В Польшу. Какую Польшу? Вы не знаете, что ее уже в это время не существовало? Подождите, побежала. Подождите. В Румынию. Вы не знаете этого. Давайте прямо сейчас услышим мнение историка и журналиста. Вахтан Кипиани у нас на телефонной связи. Добрый день, Вахтан. Вахтан, добрый день. У нас в гостях политолог Леонид Дусь. Вот он утверждает о том, что действия советских войск на территории Польши были вполне законными. И якобы советские войска просто забирали свое. Ну, конечно, такой взгляд мает право на существование в свободной стране. Все виды ненажевого кровожадности, яку демонстрирую, мы бачим. Насправді, 22 червня – это довольно символичная дата для радянского наратива, для радянского способа думания. Війна началась двумя роками ранее, 1 вересня 1939-го, и, соответственно, ликвидация польской державы была формальным, фактически, початком цієї войны. Радянский союз выступил в роли одного из двух главных хижаков. Конечно, Радянский союз набирал свое, хотя термин «своя» для Західної України чи Західної Белоруссии, а потім для вільних держав Балтии, а потім для частини Румунії. Это, скажем так, співні речі, потому что эти народы, на территории которых радянская армия выступала в цвете, червона еще тогда армия, в цвете, так звали визвольный похуд, не вважали себе громадянам Радянского союза, ніяк не идентифицировали себе с Радянским союзом. Зрештою, ця колізія в военний час дала можливість вижити майже мільйону людей з цих територій, які опинившись у доборах переміщених осіб и так далее, на запитання американських, британських чи французских військових, ви хто, вони казали, що ми є громадяни Латвії, Литви, Естонії, зрештою, України чи Польщі, їх не видавали в Радянский союз. Світ не визнав приєднання цього регіону чи цих країн, цих територій до Советского союза. СССР був агрессором, і 22 червня – це день, коли один агрессор, насильська Німеччина, вдарила ножем іншого агрессора, Радянську Росію чи СССР. Тому в цій ситуації ми, звичайно, маємо згадувати великі жертвы, які почалися, так би, в більших масштабах надходити на цвентарі і пам'ять нас-нащадків, але в той час ми не маємо права забувати, з чого починалася ця війна. Леонид, ви согласны з тим, що говорить Вахтанг? Конечно, нет. Це полна ерунда. Це мішаніна непонятних сентенцій о тому, що українці, так сказати, могли бути переміщеними лицами, тому як вони не принадлежали к СССР. Ну, це, в общем-то, такая... Ну, це дуже модно і зараз, я в Києві, я скажу ще два слова. Да, Вахтанг, будь ласка. Пан політолог, хай далі віщає. Річ у тім, що в кінці 40-х років ті всі мільйони переміщених осіб, які не були громадянами Радянського Союзу, отримали право на неповернення на свою так звану Советську Родину. Тому, відповідно, подобається, чи це не подобається, і є рішення урядових структур Канади, Австралії, Сполучених Штатів, Великобританії і інших країн, які не визнали за мешканцями, наприклад, Львова, чи Рогатина, чи Підгайці, чи Тернополя, чи Станіславова, чи Гродна, чи Вільнюса, і чи можна називати ці міста, що вони є радянськими громадянами. Ці люди отримали право вільного в'їзду на територію західних країн, і деякі з цих країн десятилітнями фактично не визнавали приєднання західної України, західної Білорусі і держав Балтії до СССР в 1939-1940 роках, вже в ході Другої світової війни, були дні так званих кептівнейших, тобто порабощених, підкорених народів. Одним словом, це довга історія, але все це про те, що у 1939-1940 роках Радянський Союз був одним з двох агресорів, які розпочали Другу світову війну. І, на жаль, цей початок війни прийшовся на наші терени, і саме 1 вересня 1939 року загинули перші українці, а не 22 червня. Вахтанг, услышали вас, благодарим за те, що нашли можливість включитися в роботу нашої студії. Вахтанг Кіпяний був у нас на телефонній зв'язі. Леонид, ну, ви же согласны з тим, що, ну, собственно, Советському Союзу при його мощній пропаганде просто неудобно було і не потрібно було говорити своєму народу честно, що він також був агресором? Ну, в якому плані агресором? В якій-то мере могли вестись спори тільки в отноші фінської, чи, як її називають в Лензі, зимній війни. Тільки в отноші цьому. Хоча, є безусловні, так скажі, факти, які показують, що в данному часі фінське правительство ввело себе зовсім не конструктивно. Тобто, виноваты вокруг все, кроме Советського Союзу? Фінни вели себе не конструктивно, поляки вообще занимали не свою територію, а вот Советський Союз – молодці. Так, і поляки, і румын, і королівство Румыния. І давайте будемо говорить честно і откровенно, що вся ця балтологія в отноші агресивності Советського Союзу зразу отрыває від України, від нас – частина Бессарабії, северну Буковину, безусловно, западну Україну, собственно, по-збруч, да? Тобто, вся ця балтологія нынешнія об агресивності Советського Союзу является безусловним… Это исторические факты? Нет, минуточку. Исторический факт, в таком случае, мы становимся на позиции непризнания территориальной целостности Украины. Подождите, вы путаете разные вещи? Нет, тут не разные вещи. Минуточки, которые были заключены после Второй мировой войны, территориальной в том числе, а вы пытаетесь все смешать в одну кучу. Советский Союз, точно так же, как и нацистская Германия, нападал на другие государства. И вместе с нацистской Германией вступал… Румыния, давайте так. То, что близко к нам. Я не буду говорить про Галичину, это особая история. Так, Румыния, давайте ее… Солдаты Советского Союза обучались в Германии до 1941 года? Не до 1941 года. Мы говорим просто до 1941 года. До 1933 года. До 1933 года, да, танковая школа под Смоленском… Летчики не занимались в Германии. Летчики до 1933 года, до прихода Гитлера к власти. Но есть реальные истории людей, которые уже после нападения Германии на Советский Союз, только тогда покинули территорию Германии, советские летчики, которые там продолжали находиться. Ничего подобного. Есть свидетельства людей, которые пересекали эту границу. Эту границу, ну, я очень неплохо знаю отношения Советского Союза и Германии после Мюнхенского сговора, когда мы были вынуждены пойти на заключение вот этого самого, как сейчас говорят, пакта Молотова-Риббентропа. Вот тогда поставки Германии, кстати, вот та авиация, которую мы получили, образцы вооружения, которые мы получили, тяжелый крейсер, который мы получили тогда от Германии, это все, так сказать, в плюс нам, в плюс разумной политике тогдашнего советского руководства. Леонид, услышали вашу позицию, благодарим за то, что пришли к нам. Политолог Леонид Дусь был нашим гостем. Далее Юлия Долганюк ознакомит вас с последними новостями, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова